здравствуйте дорогие друзья переходим к позитиву мы о слишком много говорим о том что это мир испытания что испытания монтированы в нашу жизнь это правда да но мы поразительно мало говорили о другом одни могут проходить это испытание там жалуясь и всегда печали сплошных 120 лет плача а другие с радостью и удовольствием все это опять система стакана пустой и полный да это полигон для испытаний но совсем не мрачная сухая пустыня потрясающе красивый мир бог позаботился о том чтобы мы не жили в двухмерном ли в черно-белом мире он огромный он красивый радость он сделал с невероятной любовью и главное что вы должны понять что в этих испытаниях в этих сложностях даже здесь бог заботится чтобы он мы получали какой-то ну радость от жизни и в то же время требует от нас да требует тоже радости тем более что радость это в общем-то и цель всех испытаний давайте открою одну тайну кабалы давайте вспомним была хана родевшая шмуйля она долго не рожала это длинная история не будем сейчас уходить нее и вот когда пророк ей пообещал что она забеременеет и будет у нее ребенок описывается что не было больше у нее лица разгневанного как было она изменилась между пророчеством беременностью стало другое лицо то есть она превратилась счастливое лицо совсем другой настрой внутренний тогда она забеременела то есть чтобы благословение осуществилось даже такого пророка как шмуль надо чтобы он родился нужно прежде всего что обрадоваться написано что радость это результат твоей реакции на жизнь на твое решение используя каждую минуту для изменения жизни ты думаешь а как можно почувствовать радость от труда от усилий больших посмотри если ты встаешь в 3 часа ночи на работу ты чувствуешь тяжесть всего этого мира если ты встаешь 3 часа ночи чтобы полететь на мальдивы все сильно меняется в книге сэфера хенук написано что дела влекут за собой сердце мудрецы говорили как ни странно спой станцуй подумай о чем-нибудь хорошем сделай доброе дело какое-то вспомни как прекрасно жить то есть зафиксируй это тот момент почувствуешь какую-то радость направь ее в нужное русло растя появилась силы сделать что-то такое вдохновляющее или помоги кому-то закончиков эту книжку что-нибудь зафиксируй это все привлеки этого браку к себе поэтому что сказал царь давид в книге тегилим сотый псалом служите богу в радости всевышний не хочет чтобы мы ходили с кислыми мордами по этому миру быть в радости наша обязанность это одна из от главных заповедей написано в книге каилет самого мудрого человека нет больше радости чем радость от добрых дел и говори с богом с радостью тот кто смотрите что написано там дальше тот кто всегда в печали у вечный человек и недостоин служить богу все на этом надо закончить и понять что прежде чем ты начнешь двигаться и за какие-то такие высоты попытаешься зайти ты сначала начни улыбаться всевышний сказал что вообще дал радости в этом мире особое свойство она притягивает новую радость чек радуется еще больше радости написано изобилие новая радость приходит от этого это свойство человека и мира вообще в целом так устроена эта вселенная если ты благодарен всевышнему за детей которые он дал тебе и реально это в тебе есть то делай так чтобы они становятся успешнее чтобы ты радовался еще больше если ты благодарен за вкусную еду то каким-то образом ты получишь еще более вкусно если ты рад и благодарен за то что имеешь то обязательно получишь больше поэтому говорится что когда ты в радости ключ от изобилия у тебя в руках да этот мир повторяю испытаний на этот мир испытаний сделаны с любовью это тоже надо понимать и ценить прохавы от слаха